Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и сегодня мы поговорим с министром здравоохранения Хакасии Натальей Коган. Здравствуйте, Наталья Васильевна. Добрый день. Кадровый вопрос в медицине сейчас стоит достаточно остро, причем не только в нашем регионе, но и по всей стране. Но тем не менее мы пытаемся решать его у нас в Хакасии. В последнее время в республику прибыло достаточно много новых специалистов. Расскажите, кто к нам приехал, какие это направления? Вы совершенно правы, мы решаем эту проблему по кадровому обеспечению. И этот вопрос звучит на уровне России не только в республике Хакасии. В республике действует программа подготовки кадров. И в рамках этой программы проводится ряд мероприятий. Во-первых, мне хочется сказать, что всего работает 1765 врачей и более 5000 среднего медицинского персонала. Всего за время действия программы мы на территорию привлекли более 400 врачей. То есть, обратите внимание, это 23% от общей численности работающих врачей. Только за последний год к нам прибыли в 2015 году 90 специалистов. Из них 56 – это наши целевики. Остальные мы привлекли, работая непосредственно на ярмарках вакансий, работая с выпускниками. То есть, не тех, кого мы учили целенаправленно для трудоустройства в Хакасии, а тех, которые работают Минздравом и привлекли к себе на территорию. Дополнительно к этому мы приглашаем работать в Хакасию высококвалифицированных специалистов, которых по поручению главы республики Хакасии мы обеспечиваем квартирами. И только в этом году нами приобретаются три квартиры для специалистов, которых мы привлекли с Красноярского края, с Иркутска для работы в наших центрах, в частности, региональном сосудистом центре Республиканской больницы. Но вообще, насколько это закрыло дефицит врачей? Продолжает сохраняться дефицит, и по методике расчета нам не хватает около 380 врачей дополнительно. Помимо того, что приезжают к нам на территорию доктора, у нас достаточно высокий процент врачей пенсионного возраста. И, соответственно, они уходят на пенсию, становятся вакантными места. У нас проблема по кадрам все равно еще сохраняется. Но на последнем сибирском соглашении на Координационном совете по здравоохранению, который 5 числа, 5 ноября проходил в Томске, Республика Хакасия звучала как территория с положительной динамикой по привлечению кадров. Нас там отметили, отметили именно по укомплектованию сельских территорий, что было очень приятно, что замечена была наша работа. Ну а как решается кадровый вопрос для строящихся перинатального центра и хирургического корпуса Республиканской больницы? В Республике действует ведомственная программа, отдельно разработанная ведомственная программа о подготовке специалистов для перинатального центра. Всего нам надо дополнительно подготовить 226 специалистов. Это 70 врачей и 156 среднего медицинского персонала. Остальные врачи будут привлечены, те, которые на сегодня работают в родильном доме города Абакана, в Республиканской больнице, в консультативно-диагностическом центре и в детской реанимации, в городской детской больнице. Этих специалистов мы будем привлекать. Но подготовка врачей идет по нескольким направлениям. Одно из них — это переподготовка, то есть тематическое усовершенствование в федеральных центрах, на рабочих местах, в симуляционных центрах. Второе направление — это в образовательных учреждениях, тоже федерального уровня. Дополнительно к этому мы проводим, заключили соглашение с регионами, с университетами, которые проводят у нас аудит, то есть правильность проведения мероприятий, и правильность проведения оценки оказания медицинской помощи как беременным женщинам, так и новорожденным. И в рамках этого соглашения у нас ожидается в конце ноября визит главного внештатного неонатолога Сибирского федерального округа, который приедет к нам как раз помогать нам в обучении наших кадров. Что касается вот этих 226 вновь обучаемых специалистов, мы их обучаем в интернатуре, в ординатуре, согласно графику. То есть мы за три года должны всех их подготовить. В этом году у нас уже пришло трудоустроено 12 врачей, только в этом году, и 31 среднемедицинский работник. Соответственно, всех остальных мы ожидаем в следующем году. Это наши целевики, которые приедут работать в Республику Хакасия. Хирургический корпус там? Для хирургического корпуса мы используем, не используем, мы привлечем докторов, которые сейчас работают, занимаются хирургическими направлениями в Республиканской больнице. То есть планируется туда переехать имеющимися отделениями и имеющимися специалистами, они просто переедут в новый корпус. Дополнительно единичные врачи мы будем приглашать, высококвалифицированных, для расширения объема хирургической помощи, приглашать с других территорий. Но чтобы пригласить с других территорий врачей, их надо чем-то привлечь. Какие у нас меры соцподдержки существуют? И вот в связи с последними финансовыми трудностями не будут ли они сокращены? Во-первых, хочется сказать про программу «Земский доктор», которая действует уже с 2012 года. Это так называемые миллионеры. То есть при первом трудоустройстве врача до 45 лет в сельской территории он имеет право получить миллион. Он получает миллион подъемных и должен отработать 5 лет. Со следующего года расширяется эта программа, уже озвучено расширение границ программы и включается помимо сельских территорий поселки городского типа и возраст до 55 лет для привлечения как раз на село. Всего за действие этой программы у нас получили миллион 170 врачей. Наверное, именно поэтому мы прозвучали на Координационном совете как активно работающую в этом направлении территория. 170 врачей. Еще одна мера социальной поддержки — это подъемные в размере 150 тысяч при первом трудоустройстве в Хакасию. Если раньше эта программа действовала подъемной только на врачей, то с этого года она распространяется и на средний медицинский персонал, который трудоустраивается. Но подъемные в размере 100 тысяч рублей. Дополнительно к этому действует оплата найма жилых помещений. Не у всех есть жилье. Действует частичная оплата коммунальных платежей. Тоже здесь в рамках этой программы. Действуют доплаты к стипендиям. Это студенты по 2 тысячи. И ординаторы, и интерны дополнительно получают по 3 тысячи рублей ежемесячно к стипенде. Это те, которые потом придут работать в государственное учреждение здравоохранения Республики Хакасия. Так что у нас достаточно большой объем мер социальной поддержки, который мы используем и который мы хотим привлечь на территорию наших специалистов. Но не получится так, что их сократят эти меры поддержки? Эти меры поддержки приняты и предусмотрены в бюджете Республики Хакасия. Ранее существовала у нас такая тенденция, что молодые врачи получали подъемные 150 тысяч, благополучно уезжали на другие территории, взяв деньги, что называется. Как-то вот решилась эта проблема сейчас? Ну сказать, что это прямо была тенденция или массовая, я бы так не стала, потому что всего в данную меры соцподдержки получили 402 человека. Из них уехали, не отработав положенное время, 11 человек. Из 400 – 11. С марта этого года разработан порядок выплат этих 150 тысяч, то их отдают не разово при трудоустройстве, а по истечению первого года отдаётся 30 тысяч, по отработанному второму году 50 тысяч, и когда человек отрабатывает третий год, ему отдают ещё 70 тысяч. То есть он все свои деньги получает, но их разбили частично, чтобы он не уехал в первый же год. Вообще, как у нас обстоят дела в сельском здравоохранении и с врачами, и с фельдшерами? Укомплектованность по сельским территориям у нас выше даже, чем по городам. Существует проблема укомплектования ФАПов, фельдшерско-акушерских пунктов. На территории работает 124 фельдшерско-акушерских пункта, 4 из них не укомплектованы совсем медицинскими работниками. Для нас это действительно проблема. А ещё в части ФАПов работают только медицинские сёстры, не фельдшера, а медицинские сёстры. Поэтому ещё хочу сказать о дополнительной мере поддержки, дополнительной стипендии средним медицинским персоналу, который в дальнейшем будет трудоустраиваться на село, работать на ФАПы фельдшерам. То есть это тоже с этого года такая принята у нас мера для привлечения в район. Ну вот у нас сейчас строятся новые ФАПы. Всем будет сдано уже до Нового года. Кто там будет работать? Ну надо понимать, что эти ФАПы строятся не на пустом месте. Они строятся там, где раньше были медицинские учреждения, где есть медицинские работники уже сегодня. То есть помощь оказывается, но в старых приспособленных зданиях. Сейчас это будут новые современные здания, где они просто переместятся и будут этим же составом оказывать помощь. Отдельный вопрос у нас детские врачи с терапевтами у нас более-менее закрыта ситуация. А вот узких специалистов по-прежнему не хватает. Когда будет решаться эта проблема? Как она будет решаться? Когда она решится проблема. Решается она ежедневно, в ежедневном режиме. Мы ищем врачей, мы привлекаем врачей, мы обучаем врачей. Но когда она решится, что можно сказать? В 2016 году в детскую больницу приходят 4 узких специалиста. 2 невролога, лор-врач и дополнительно еще педиатр. То есть 4 врача, они приходят. На сегодня укомплектование педиатрами детской больницы города Абакана уже в 100%. То есть у нас пришло 8 педиатров в Республику Хакасию в этом году. Несколько лет была действительно серьезная проблема, никто в педиатрию не шел. То есть к нам на территорию не ехали педиатры. Был действительно такой сложный очень момент. И пришло 14 терапевтов, которые закрывают потребность городской поликлиники. У нас существует проблема по ортопеду и по кардиологу. То есть работаем, ищем кого можно сюда. Может быть, переучить или привлечь на территорию. У родителей есть надежда, Антош, что в скором времени мы будем полностью укомплектованы врачами и узкими специалистами в том числе. Это наша зона ответственности. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы это организовать. Никто не отвернулся от этой проблемы. Мы обязаны ее решить. Поэтому в этом отношении мы работаем. Спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Субтитры подогнал «Симон»